Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Вместе с новыми AirPods Pro, подробный обзор на которые уже есть на канале, Apple выпустила финальную версию iOS 13.2. В этот раз я решил не торопиться с выходом полного обзора, потому что по сути про эту прошивку мы уже многое знаем, так как я делал обзоры на абсолютно все бета-версии. Поэтому я решил очень тщательно протестировать обновление 13.2. Сейчас будем сравнивать iOS 13.2 и iOS 13.1.3. Какая система быстрее, какая дольше держит батарейку, стоит ли обновляться на iOS 13.2 и что новенького есть в прошивке. На все эти вопросы я отвечу прямо сейчас. Советую досмотреть видео до конца, ведь там самая интересная информация. Она связана с новым гаджетом Apple, который скоро выйдет. Поддержите меня лайком за такой детальный тест iOS 13.2 и устраивайтесь поудобней. Перед тем, как перейти к тестам, давайте разберемся, какие новые фишки и функции появились в системе. Конечно же, это режим съемки Deep Fusion, который использует нейронный модуль Neural Engine, встроенный в чип A13. Все это для попиксельной обработки фото. К сожалению, режим доступен только на iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. Фото, которые сделаны с этим режимом, имеют повышенную детализацию и меньше шума. Работу этого режима лучше всего заметна, когда фото сделано в условиях средней освещенности. То есть, например, в помещении. Функция включается очень странно. Для этого нужно зайти в настройки камеры и отключить захват фото в кадре. Надеюсь, что потом сделают нормальную кнопку в камере, которая будет включать и выключать эту функцию. Сама Apple говорит, что функция работает автоматически. В общем, пишите в комментариях, как у вас работает Deep Fusion, если вы счастливый обладатель iPhone 11. Разрешение видео и количество кадров в секунду, наконец-то, можно изменять прямо в приложении камера. Но, к сожалению, только на флагманах iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. По-моему, очевидно, что эту фишку можно было бы добавить на все айфоны. Кстати, Apple в одной из бета-версий такой прием сделала. И у некоторых владельцев iPhone 10 появилась эта функция. Но в финальной версии системы ее полностью выпилили из старых iPhone. Ну, просто потому, что это маркетинг. Появилось более 70 новых и обновленных эмодзи. Тут и животные, и еда, различные виды активности, новые эмодзи для обозначения понятий универсального доступа, гендерно-нейтральные эмодзи и эмодзи с изображением пар, для которых можно выбрать цвет кожи. Вот этот вариант выбрать пару без второго человека, вообще не понимаю, кому это может пригодиться. Пишите свои варианты в комментариях. Также в обновлении появилась функция объявления о сообщениях с помощью Siri. Доступна она на AirPods 2, AirPods Pro и некоторых наушниках Beats. Благодаря этой функции Siri научилась анонсировать голосом входящие сообщения на наушники AirPods. Это действительно очень удобно. Во время прослушивания музыки просто вы слышите вибрацию от телефона. После нужно сказать привет Siri, ответь на это сообщение. Она сначала прочитает его, а потом вы можете продиктовать свой ответ. Подробно про эту фишку я рассказал в первом обзоре iOS 13 2 Beta 1. Поэтому если вам эта тема интересна и вы хотите узнать подробнее, то советую посмотреть этот видос. Ссылочка есть под видео, а сейчас советую досмотреть до конца, ведь там самое интересное. Добавлена поддержка AirPods Pro. Только на iOS 13 2 работают все фишки новых наушников, такие как шумоподавление и прозрачный режим. Если вы еще не смотрели мой обзор на новые наушники, то смотрите видео до конца, а после переходите по ссылке в описании. Ведь в этом обзоре AirPods Pro я рассказал очень много интересной информации, про которую никто не говорит. Используя новые настройки конфиденциальности, можно отказаться от участия в улучшении Siri и диктовке. Или согласиться на него, разрешив Apple хранить аудиозаписи, созданные во время использования вами функций Siri и диктовка. Теперь можно удалить свою историю Siri и диктовки прямо в настройках Siri. Обновилось и приложение Дом, появилось защищенное видео HomeKit. Оно обеспечивает конфиденциальность при записи, хранении и просмотре защищенных с шифрованием видео, которые естественно были записаны с камер наблюдения. Также эта фишка поддерживает обнаружение людей, животных и транспортных средств. Маршрутизаторы с поддержкой HomeKit позволяют контролировать, какими данными обмениваются по интернету и внутри домашней сети ваши аксессуары HomeKit. В настройках появился пункт приложения исследования, но это приложение пока что скрыто. Опять же, подробнее про него рассказал в обзоре первой беты. Еще в настройках пункт handoff теперь называется AirPlay и handoff. Тут можно активировать автовоспроизведение контента на телевизоре или делать это по запросу. Еще появилась функция перенести файлы, которые воспроизводятся на HomePod. Для этого просто нужно преподнести устройство к HomePod. И конечно же в системе есть другие фишки. Теперь вы можете без проблем поделиться командой из приложения Shortcuts. Если вы поставите в док три иконки, а не четыре, то увидите, что это расположение стало более компактным. У регулятора громкости поменялась анимация, теперь она более быстрая. В пункте управления теперь отображается устройство, на которое передается звук в данный момент. Иконок источников очень много. При подключении AirPods они нарисованы тут. Подключите AirPods Pro и тоже будет их картинка. И также и с другими источниками звука. Если же вы не подключены к другим источникам звука, то вы увидите измененное меню регулировки громкости. Что касается 3D Touch, то появилась функция удаления приложений. Очень удобно как по мне. Кстати, изменить порядок приложений теперь называется «Изменить экран домой». Также поменялся звук открытия Haptic Touch. Каким он был раньше, а такой вот сейчас. Изменилось отображение даты в самом верху приложения «Фото». В прошлой версии дата закрывала сами фотографии. А теперь тут белый фон и дата не загораживает снимки. Также в системе полно мелких изменений в духе появления обводки на кнопках «Перемешать» и «Повторить» в приложении «Музыка». Также изменился пункт «Поделиться меню 3D Touch в музыке». Таких изменений полно. Не думаю, что стоит сильно подробно останавливаться на таких мелочах. В iPadOS также есть изменения, которых нет в iPhone. Например, пункт «Многозадачность» и «Док» теперь в одном меню настроек на главном экране. Еще это обновление содержит огромное количество исправления ошибок и других багов. Основные изменения ошибок на вашем экране, если интересно, то поставьте на паузу и почитайте. Сейчас предлагаю разобраться, стало ли iOS 13.2 быстрее по сравнению с iOS 13.1.3 или же производительность не поменялась. Предлагаю судить не по тестам в Geekbench, а по живым тестам. Тестировать будем на iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone XR. Для такого теста достаточно одновременно запускать различные задачи на устройствах. Такой эксперимент показал, что в целом скорость работы идентична. iOS 13.2 оказалась быстрее только при выполнении некоторых задач, причем только на iPhone 6s и iPhone 7. Общая производительность прошивок практически не отличается. К слову, это подтвердили и синтетические тестирования в таких бенчмарках, как Geekbench и Antutu. В общем, в iOS 13.2 разработчики не делали упор на увеличение скорости. Но скорость не просела, это хорошо, а в некоторых моментах даже улучшилась на старых устройствах. Поэтому, если вас интересует вопрос производительности, то можете смело ставить. Но вот не все так радужно с батарейкой, как с производительностью. Тут, к сожалению, сохранить результаты прошлых прошивок не удалось. И время автономной работы iOS 13.2 просела по сравнению с iOS 13.1.3. Тестировался на iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone XR. Тестировалось это все дело через Geekbench 4. Там есть нормальная функция проверки времени автономной работы батареи. В итоге мы получили такие результаты. На iOS 13.1.3 iPhone 7 работал 3 часа 28 минут. На iOS 13.2 3 часа 15 минут. Результаты iPhone 8 и iPhone XR тоже на вашем экране. Разница очень значительная, как для тестирования в бенчмарке. Потому что указанные показатели это время работы iPhone под максимальной нагрузкой. Которую создает сам бенчмарк при тесте. Это означает, что разница между реальным временем автономной работы больше. Также стоит отметить, что iPhone SE и iPhone 6s с iOS 13.2 на борту не стали работать меньше без подзарядки. Они работают точно так же, как и на iOS 13.1.3. Например, iPhone SE работал на iOS 13.1.3 3 часа 4 минуты. А на iOS 13.2 3 часа 3 минуты. Ситу показателями минимальная разница. И это можно списать на погрешность в бенчмарке. В общем, вывод один. Время автономной работы iPhone с iOS 13.2 либо не поменялось, либо стало хуже. Все зависит от вашего устройства. Обязательно пишите в комментариях, как работает ваша батарейка на iOS 13.2. И какое у вас устройство, чтобы другие люди знали, обновляться или нет. Если для вас очень важен пункт автономности, то я советую не обновляться. То и самое интересное оставил на конец. В исходном коде iOS 13.2 разработчики нашли новые сведения о круглой геометке Apple AirTag. Да, раньше были слухи, что она будет называться просто AppleTag. Но код iOS 13.2 подтвердил название AirTag. Эта метка позволит вам с легкостью найти объект, которому вы ее закрепили. Геопозиция этой метки будет отборожаться через приложение Локатор. Можно сказать, это шпионский жучок. Одной из особенностей устройства станет возможность самостоятельной замены батареи. Это тоже подтвердил файл BatterySwap из кода iOS 13.2. Также Apple выкупила бренд AirTag у российской компании. Официально эта компания отказалась как-либо комментировать эту информацию. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что скоро девайс выйдет. Так что обязательно подписываемся на канал и жмем на колокольчик, чтобы первым узнать про выход этого устройства и посмотреть полный обзор. Теперь вы знаете абсолютно все плюсы и минусы обновления 13.2. И думаю, что вы сами готовы решить, обновляться или нет. Твое решение также напишите в комментариях и обоснуйте его. Будет очень интересно почитать. К сожалению, в 13.2 не закинули новые обои. Но если вам нужны лучшие обои для iOS 13, то вы их всегда можете найти в моем телеграм-канале. Ссылочку оставил в описании. Там просто такие ежедневные подборки офигенных обоев. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Вы лучшие. Также спасибо за ваш лайк. Думайте иначе. Пока.